Из-за нападения России на Украину даже священную корову Кремля, урановый бизнес, кажется вот-вот пустят под нож. Соединенные Штаты Америки, судя по последним заявлениям топ-чиновников, готовятся отказаться от покупки российского обогащенного урана. Кремль из этого, конечно, не рухнет, но вот экономика Росатома серьезно пострадает. Насколько? И можно ли говорить о финансовой катастрофе корпорации? Разбираемся с экспертами. Темные времена ожидают российскую атомную энергетику. Главное, главное, это остановить процесс экспансии этой структуры на другие страны мира. Соединенные Штаты Америки вводят запрет на импорт низкообогащенного урана российского происхождения. Ограничение будет действовать до 2040 года. Поставки урана в Соединенных Штаты приблизительно 1,3 миллиарда долларов. То есть сумма не очень значительная, но, конечно, существенная. Это сырье штатам поставляло российское предприятие Росатом. По информации издания Bloomberg, Россия закрывала примерно 20% потребностей США в обогащенном уране, который используется в качестве топлива для американских атомных электростанций. По сути, страна-агрессор была лидером среди поставщиков. Но Соединенные Штаты Америки смогли найти альтернативу и теперь избавляются от зависимости. Так, недавно американский президент Джо Байден сообщил, что США самостоятельно произвели первые 90 килограммов обогащенного урана. Сегодня я могу объявить, что завод IBW на юге Огайо уже произвел первые 200 фунтов мощного обогащенного урана. Впервые когда-либо произведенного в Америке. И к концу года он собирается произвести почти тонну. Этого будет достаточно, чтобы обеспечить электроэнергией 100 тысяч домов в стране. Российские эксперты видят в этом серьезную проблему и даже экономическую катастрофу для стратегического в путинской России Росатома. Из-за запрета США Росатом будет меньше производить обогащенного урана на экспорт, что может привести к снижению количества его предприятий, перепрофилированию ряда производств и сокращением. Такое мнение озвучил инженер-физик Андрей Ажаровский. Украинский экономист Александр Савченко настаивает, что сегодняшний запрет США – это только первый шаг к возможным новым неприятностям для экономики страны-агрессора. Ведь поставка сырья – лишь часть доходов Росатома. Это глобальный игрок на мировом рынке атомной индустрии. Он включает в себя этот комплекс проектирования атомных станций, кредитования, поставку оборудования, обучения кадров, поставку сырья и утилизация сырья. То есть поставки сырья – это лишь незначительная часть операций. Пока цивилизованный мир пытается избавиться от зависимости от российского сырья. Франция закупает сырье. Вторым большим игроком поставок сырья для атомных станций есть Казахстан, Канада. И очевидно, что есть и Латинская Америка. Я думаю, что Америка нашла альтернативы. И за полгода, может быть, за год и другие страны найдут альтернативы российским поставкам. Следующий этап, который действительно должен подкосить российскую атомную энергетику – это отказ союзников Украины от проектирования Росатомом электростанций. Нужно сначала, ну, по сути, запретить во всем мире проектировать и строить эти атомные станции. Потом, очевидно, да, запретить использовать сырье из Раши и, в конце концов, наладить систему утилизации отходов атомной индустрии. Что, в принципе, можно сделать, но это требует времени. Последствия таких решений будут куда ощутимее и буквально заберут часть путинского бюджета на войну. Чистый доход от функционирования Росатома, чистый, в долларах, незначительный. Я думаю, порядка 10-15 миллиардов долларов, но это тоже что-то, да. Это где-то 15% военного бюджета. А значит, у главного российского военного преступника будет меньше возможностей вести войну против украинского народа.